Добрый день всем! Мы снова продолжаем с вами вместе чтение книги Рава Ашкеназима Ниту «Тайны еврея». Вовлекательное чтение, которое мы в прошлый раз остановились на трагической ноте «Преступление и наказание», «Преступление и раскаяние». Всем понятно, что история Кайны и Эвеля – это архетип, который не только в отношении между братьями, но во многих других отношениях релевантен для общих ситуаций, которые бывают у человека в мире. И сейчас довольно широко Рав обсуждает вообще принципы раскаяния и что происходит в этом смысле с каянием. «Преступление и раскаяние». Когда Бог упрекает Каина, то Каин как бы раскаивается и говорит Раву Ниту. И здесь Каин находит в себе силу ответить без страха, с ним разговаривает Всевышний. Нам трудно представить себе такую реальность, конечно, просто невозможно. Сын первого человека, созданного руками Всевышнего, с которым Бог разговаривает прямо. И упрекает его Творец в том, что поступит плохо тебе просто. Иногда я хочу сказать, что в автобусе кто-то тебя в чем-то упрекнет. И даже не по делу, все равно ты переживаешь неудобно. А здесь такое… Но он отвечает без страха. И, может быть, можно понять. Из того, что мы о его личности прежде учили, что у него нет трепета страха перед Всевышним. Поэтому этот разговор его, как сам по себе разговор, он для него не причина для страха. Но он ему говорит, велика вина моя, больше, чем можно вынести. Конечно, это известный, так сказать, очень стих, по поводу которого есть очень много разных… Как и на каждый стих в этой главе разных комментариев, как понять это высказывание. Действительно, Каин здесь раскаивается и осознает величину злого греха. Или не раскаивается. И мы увидим, как эти две мысли сочетаются в объяснении Рава Манитума. Каин говорит, что его преступление настолько тяжело, что для него нет никакого извинения и прощения. И поэтому его нельзя вынести. Второе значение эпитета «Несущее вино» и «Преступление и грех», оно встречается в известном месте Тары, когда Муше просит Всевышнего показать ему славу свою. Он говорит, что спереди ты меня не увидишь, можно меня увидеть только сзади, и он проходит мимо него. Тринадцать есть… Там произносится тринадцать… Не будем влезать. Кем? Как? Тринадцать принципов божественного милосердия. Перечисляются. Тринадцать принципов божественного милосердия «Носер хестит леалафим». Это «Носер хестит леалафим» Несущее «Носер авон в пешет» «Осер хестит леалафим, носер авон в пешет», который выносит грех и преступление, преступление и грех, объясняет равную не ту смыслу в том, что Господь принимает на себя несение вины. То есть перечисление различных аспектов божественного милосердия, одно из них, и очень важно, то, что Он принимает на себя несение вины. Мы дальше посмотрим, что это значит. Всевышний как бы делает вид, что не видит грешника, пока тот не раскается. Это не то, что человек засунул пальцы в розетку и он немедленно убил утоком. Так работает природа. Если ты сделал какую-то глупость, ускользнулся, на узкой тропинке полетел в пропасть, у тебя нет возможности что-то уже изменить. А вот в вопросах морали, в вопросах греха перед Богом, ситуация другая, и мы не то об этом еще будем много говорить. Несение вины означает долготерпение и ожидание раскаяния. Не просто так Бог не наказывает человека немедленно. Ну, отложу, ладно, посмотрим. Я не тороплюсь, Божество мельет медленно, есть всякие разные истории про то, как Бог на одном корабле собрал всех, тех, кого надо утопить. Не поэтому. Важно, в случае не только поэтому. А это означает долготерпение и ожидание раскаяния. Поэтому он не наказывает немедленно. Но Каин говорит Всевышнему, что его проступок настолько велик, что не существует ничего, что могло бы его нести. Я не могу его нести, самое вообще невозможно его вынести. Поэтому нет смысла раскаиваться в том, что сделано. А теперь запечатано. Вот это вот первая формулировка, запечатана и закрыта, это первая формулировка мировоззрения Каина. И мы увидим, как она развивается дальше, уравну не то. Раша объясняет, велика вина моя больше, чем можно вынести. Это вопрос. Ты несёшь Вышних и Нижних, а мою вину невозможно нести. Ну, в общем, поскольку я сам исправляюсь. Ты возьми на себя это. В общем, это как принцип. Это так и сказано. Он несёт грехи. С одной стороны, это правда. Так Бог поступает, иначе мир не мог бы существовать. Он долготерпив. А с другой стороны, такой подход со стороны человека, а если ты всё равно несёшь, ну возьми. Ну, что я? Я всё равно не могу. И как в одной песне говорится, но там про детей, вы постарайтесь сохранить мир, потому что мы не справились. Она ещё, у меня дети любили её петь когда-то, мотив симпатичный, и всё такое. А меня ужасно раздражало. Мы не справились? Пускай они. Теперь справятся дети. Хотя в этом тоже есть истина. Я не справился. Кто-то должен после меня, как монету говорит, принять эстафету. Тем не менее, вот когда это говорит сам человек, ой, я не могу. Я не справляюсь. Пускай сделаю все вышли за меня. Пускай кто-то другой возьмёт на себя ответ. Это вынести вообще невозможно. О чём вы говорите? Утверждение крайне такового. Мой грех слишком велик для того, чтобы я нёс его один? Разве ты не можешь помочь мне нести его? И почему бы тебе не принести мой грех вместо него? Понятно, да? Кто-то хочет что-то заметить ещё? Ну, пойдём дальше тогда. В определённом смысле это христианская концепция. В определённом смысле. Даже это стопроцентно. Но тут есть такой отзывок. Можно сказать, что у Каина совершенно христианский подход. Он отказывается брать на себя отверстие. Понятно почему? Для грешника нет пути к раскаянию. Мир невозможно исправить. Нужно, чтобы пришёл кто-то. И всех мог, в общем, в воплощении его. И вот он тогда всех спасёт. А грешник сам не может. Этот подход является следствием того факта, что открытие нравственных ценностей происходит задним числом. То есть ситуация, в которой Каин обнаружил, что он грешил, уже после того, как он всё пришёл. А до этого у него не было понятия о том, что это нельзя, или это хорошо, или это плохо. Уже после совершения преступления. И вот перед нами два разных и даже противоположных подхода к нравственному сознанию. Один открывает нравственные ценности до совершения преступления. И таким образом несёт ответственность за то действие, которое следует за этим знанием. То есть поскольку он знает, что хорошо, что плохо, то он берёт из себя заранее ответственность. Делать хорошо или не делать плохо. А другой открывает эти ценности благодаря чувству вины. В необратимой ситуации после того, как преступление совершено. И это совершенно разные ситуации. Однако нравственная сознательность, возникающая из чувства вины, основана на боль. Она не позволяет понять идею раскаяния. С одной стороны, Каин провозглашает влека вина моя больше, чем можно. А с другой, отказывается от своей ответственности за этой грехи. С одной стороны, он признаёт эту грехи, что он совершил. А с другой стороны, ну что я? Я не виноват. Не то, что я не виноват. Я не в состоянии отвечать за это. Я не в состоянии это исправить, самое главное. Поскольку я никогда не могу изменить то, что я сделал, утверждает тайну. Пусть творец мира, который несёт на плечах весь свой. Понясёт на плечах. Понятная концепция? Ну, тут не особо видно, да, где он сваливает на дворца. Вроде он признаёт же, да, говорит, велика моя вина. Как будто это, наоборот, такое отчаяние, да, что это невозможно вынести. Да, отчаяние. Поскольку я отчаиваюсь, я не могу это исправить. Ну, тебе придётся его нести. Это вот это сочетание такое, с одной стороны, признание вины, а с другой стороны, отказ от ответственности. Это прекрасно объясняет разные комментарии, которые берут одну или другую сторону. Он рассказался, он не рассказался. Это трудно вообще сказать. Он признал свою вину. А настоящее раскаяние состоит не в этом, как мы увидим дальше. То есть, разрицает возможность исправления, да? Совершенно верно. Могу ничего исправить, всё, всё пропало. Да, 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 всё пропало. Может быть, я сейчас упомяну, это довольно частый пример, многие его приводят. Есть у нас, по-моему, это субботние благословения. Я сейчас даже не вспомню точный текст. Ну, такая просьба. И убери сатану Мальфадену Махарену, да? Сатан телевизор, не знаю, не знаю, не знаю. Ну, прокурора или там, подстрекателя. Передо мной и за мной, да? И как это работает? Когда передо мной, перед тем, как я согрешу, он приходит и говорит, да ладно, какой-то грех, ерунда, ничего страшного. И человек грешит. А Махарену, он говорит, ой, какой страшный грех, тебе никогда уже от него не рассказать. Это стандартная такая ловка злого начала, скажем. Ты такого натворил, теперь уже исправить невозможно. Всё пропало, всё равно уже пойдём. Потому что это значит, что ничего невозможно исправить. Это, в общем, подрывает вообще основы существования мира. Потому что весь мир создан для того, чтобы человек мог его исправить. В том числе и свои грехи. И то, что в мире не в порядке. Всё, это основывается на метраше, тут есть, приводится метраж. Ну, мы пойдём дальше. Один из величайших каббалистов, рабе Мужеку де Вера, объясняет. Бог не делает этого. Однако он выносит и терпит грехи. Человек должен выучить и перенять одно из свойств Всевышнего, а именно долготерпение. Ну, это общий такой принцип, что мы стараемся быть подобными Всевышнему во многих его качествах, например. Тому переводят так же, как у милосердия, так и ты быть милосердным. И в частности, долготерпение тоже входит в такое, в их число. То есть, нам приходится терпеть и дать другим возможность исправиться. Всё, что происходит в мире, может происходить только потому, что Бог носит это, терпит это в своём Думу. Если бы творец в то мгновение разорвал связь со своим творением, всё творение исчезло. То есть, он восполняет всё время те недостатки, которые существуют реально в творении, которые, по идее, должны были бы его разрушить, если бы... Бог его не поддерживал, не восполнял те недостатки, которые уничтожают мир. Продолжение существования мира, несмотря на гнездящееся в нём зло, возможно только потому, что есть силы несущие. Это обязывает, чтобы всё, что происходит в мире, являлось волей Творца, которая позволяет вещам существовать. И хотя Талмуд считает, что существует разница между отношением человека к человеку, чьи действия хороши, и его отношением к человеку, чьи действия плохи, но, естественно, есть отличия в том, как Бог относится к праведникам и к злодеям. Иногда эти отличия как раз тяжелы для праведников, потому что говорят, что с праведником Бог разбирается за каждую мелочь. Так что иногда праведник потяжелее, но тем не менее он получает свою награду в этом мире, в будущем. Мы не разбираемся, но мы в это верим. Главное, что Бог также терпит и зло, чтобы дать человеку возможность исправиться с этим. В мире естественного человеческого мышления понятие грех является нарушением порядка. Если есть какое-то нарушение порядка, закона, естественного закона, ты не можешь пойти против него. Естественный порядок в жизни несколько нарушен, но не более того. Напротив, в мире Тары грех – это понятие, означающее нечто очень серьезное. Грех – это по определению не просто нарушение социального порядка. Грешник в некотором смысле принуждает Творца быть соучастником своего греха и нести его грехи. Поскольку принцип такой, что Всевышний несет человека грех, что он не убивает человека на месте, а дает его возможность раскрываться. Приходится ему нести этот грех, как будто он является его соучастником. В мире естественном, где, скажем так, в том мире, в котором воображаемый Всевышний не вмешивается в творение вообще, оставляет его функционировать по собственным законам, и там закон награды и наказания должен быть однозначным. Ты совершил грех, тебя наказывают, ты совершил доброе дело, ты получаешь поощрение. В нашем мире все оказывается не так. Прежде всего, это касается грешников, и их грех, получается, он двойной. Он не только сам согрешил, но он заставил Всевышнего нести его грехи. Здесь присутствует дополнительная тяжесть, которая прибавляется к простому пониманию греха. Рабиум Шекарда Вера подчеркивает, что этот факт объясняет долготерпение Бога. Творец несет и терпит грех человека, хотя он является плохим. И если Бог может вынести грехи злодеев, то человек также обязан, должен им завестись свойством терпения. Я не думаю, что это некоторый универсальный рецепт. Есть разные ситуации. В многих ситуациях мы обязаны бороться со злом. Есть ситуации, в которых нам приходится терпеть и ждать пока, дать возможность грехнику раскаяться. Ну, до какого-то предела все. Правда? Что вы думаете? Кайн утверждает, что он не может рассказать о своем поступке, поскольку совершенное преступление невозможно вернуть, изменить или отменить. Все, что прошло, прошло. Единственное приемлемое решение, по мнению Кайн, в связи с тем, что Бог возьмет на себя этот грех и сотрет его. Так, как Кайн считает. Господь отвечает ему в 15 стихе. Зато всякому, кто убьет Кайн, отомстится всемирно. То есть, я настолько тебе даю отсрочку, что ты получаешь особую защиту. Никто тебя не сможет убить. Я дам тебе семь поколений. И если выяснится, что ты исправился, твой грех будет очищен. А если нет, тогда состоится окончательный суть. Таким образом, Каину дается отсрочка на семь поколений. «И вышел Кайн от лица Господня и поселился в земле Нод на востоке от Эдеми. Медраж связывает слово «вышел» с идеей раскаяния. «Сказал Равгун от имени Рава Ханина Борисовна. Вышел радостный, так же, как сказано. И вот он выйдет навстречу себе, как увидит себя по задумке в сердце своем». Медраж как бы есть такой принцип толкования. Это принципы возведения новых законов и старых. Очень часто Медраж пользуется галактическими принципами, как бы применяя их в лагоде, в толковании слов «вторых» в галактическом плане, а не в галактическом. В смысле, в моральном плане, а не в законе. И есть такой способ белкования, называется «дираж оба». Когда в одном месте есть слово в каком-то в одном законе и в другом. Это очень странно. Слова могут быть совершенно в разных контекстах. И как можно приравнивать два закона по одному какому-то слову в употреблении. Но поэтому это очень сильный способ толкования, и его не запретают сами по себе, а можно получить только от учителя. То есть как бы они даны еще в муше носина или признанный способ толкования, в котором на самом деле мудрецы видели какую-то глубину. Так же и здесь. Это связь, да. Он вышел радостный, Каин. И радостный когда-то… Кто? Кто знает, о чем он встретит? Четвертой главе шмо. Кто встретится? А Рон выйдет навстречу. А Рон, да. Правильно. Ну, это такая простая загадка. Вот. Он вышел радостный тоже ему навстречу. То есть, чтобы вы понимали, что такое радость. И там была радость, и здесь радость. Как все хорошо, мы встретились. Я тут встретил его Адам и сказал ему, как прошел твой суть. Сказал ему, я раскаялся и отстранился. Со мной все в порядке. Я признал свою вину, а Бог пускай занимается остальным. Когда услышал это Адам, начал бить себя по лицу и сказал, такова сила раскаяния, а я и не сдался. В общем, этот Эмид Раш видит как-то в позитивном смысле ту опцию, которую Бог дал тайно. Что действительно есть возможность раскаяния. Это то, что он ему открыл на самом деле. И Адам до этого этого сам не сдал. Это он только сейчас увидел и понял. То, что Саин воспользовался или не воспользовался этой опцией, это другой вопрос. Но Бог ему в этот момент открыл, что есть возможность раскаяния. И после этого он, тогда Адам произнес, Мизмор Ширея Шава, Псалом не особо. Он восхвалил Всевышнего. Сказал Рабелеве, этот Псалом произнес Адам. У нас есть такая радость, есть этот Псалом. Да. Все Псалмы произнес Царь Давид. Некоторые Псалмы дошли до него. До Давиду. Те Псалмы, которые сказали, Широмало, что называют Псалмы, поднятия. Ну, некоторые толкуют, что это те стопения, которые пели на стопениях храма. Но при подробном анализе этих Псалмов, в общем, понятно, что идет речь о тех Псалмах, которые составлены возвращающимся в землю Израиля из Вавилона. Маалот, те, которые поднимаются. Пишу, Ашема, Шива Циона, когда возвращал Бог Леников Циона. Классический такой 25-й Псалм, который говорит о возвращении Циона. Давид их сочинял. Ну, может быть, Давид в пророческом видении. Видел трудности, которые, или чувства, которые будут испытывать в будущем, как-то возвращаются в землю. Можно по-разному есть. Но в любом случае, вот есть Псалмы, которые переписываются Адаму. Например, Каин был первым раскаящимся человеком в истории. Его отец не знал силы раскаяния, когда жил в саду Эдэн. И именно Каин, живущий за пределами сада Эдэн, открывает существование раскаяния его силы. Через Каин это открывается выломка. Является ли его раскаяние искренним, или же оно выживано только желанием спастись? Раши на Берешит 4.16 объясняет. И вышел Каин, ушел смиренно, потупит глазки, как бы обманывая всего что-то. В любом случае, Раши видит это его раскаяние самоутерное. На земле, но кочевые скитания на той земле, где скитаются все изгнания. Восточный Эдэн, туда в изгнание отправился его отец, когда он был удален из сада Эдэнского, как сказано, и поместил к востоку от сада Эдэнского после изгнания из сада. Стражу для охраны дороги, ведущей в сад. Из этого можно заключить, что Адам был там. И мы находим, что восточная сторона везде принимает, то есть служит убежищем для убийц, как сказано. И тогда отделил мужа три города к восходу от солнца, чтобы бежать туда убийца, который убьет ближнего своему неумышленному. Города убежища. Первые города убежища отделил еще мужа в Зайордании. И другое объяснение на земле. Куда бы он ни пошел, земля содрогалась под ним. Двигалась. А люди говорят, что оно где-то случается. «Надо мне да» такое слово есть. Узовериться со временем означает «качей». Сторонитесь его. Это тот, кто убил своего брата. Я еще раз остановлюсь. И, может быть, кто-то может что-то добавить к моим соображениям. Или вопрос какой-нибудь есть, который было бы нам интересно обсудить. Интересно, что Адам, он боялся Всевышнего, прятался, при этом не раскаялся. А Каин, наоборот. Он не боится, но раскаивается. Но если по той линии, что он раскаялся. Он, во всяком случае, открывает раскаяние. Раскаяние – это процесс. Он вышел к Богу и говорит «О, я все расскажу». Это так не бывает. Даже если ты поднимаешь руку у тебя, ты будешь мне, дорогой, или дорогой, я нечаянно тебе, ну, не важно, сделал то, что сделал. Но это еще не раскаяние. Здесь упомянут дальше. Рабошкин-нази. У Рамбама есть целый список вещей, которые должен делать человек, если он действительно раскаивается. Он считает, что я раскаялся, извините. Да, есть такая замечательная анекдота. Не совсем, конечно, в тему, но если вы не знаете. Если знаете, скажите, как Рабинович, скажем, Рабинович сказал про Хаймовича, что он подлец. Тот пошел, пожаловался в общину, в общину постановил, что Рабинович должен извиниться. Сказать извините. Ну, хорошо. Он поднимает руку. Извините, говорит, это квартира Иванова? Нет, Рабинович. А, извините. Тот опять идет, значит, в общину. И, знаешь, Андрей, ты знаешь? Говорит, это не годится. Что это за извинения? Тогда община постановила, что он должен сказать, Хаймович, извините. Ну, хорошо. На следующий день он все ноги наступает ему на ногу. Ой, Хаймович, извините. Тот опять недоволен. Это недостаточно. Он должен сказать, Хаймович не подлец, извините. Тогда приходит Рабинович и говорит, Хаймович не подлец? Извините. Смешно. Смешно. Да, это очень известный анекдот по поводу того, как можно извиняться, да? Извинился. Пойдем дальше. Давай тогда, если нечего больше сказать, давайте, Андрей. Проблема раскаяния. Почему Адам не знал о нем ничего, а Каин пытался справиться с ним, но только частично преуспел в этом? В природе течение времени идет из прошлого в будущее через настоящее. Если бы в настоящем времени не существовало фактора свободы выбора, любой момент нашего будущего полностью определялся бы нашим прошлым. Любое действие человека в соответствии с законами природы оставляет свой отпечаток, так что его невозможно исправить, а тем более изменить или уничтожить. Система законов закрыта. Она не оставляет человеку никакой возможности для изменения в этой системе. Сразу после первого греха человек попадает в замкнутый круг бесконечного наказания, из которого он не способен найти выход своими силами, без вмешательства высшей силы, находящейся над системой. В каждый миг своей жизни человек находится в состоянии смирения и принятия того, что его просто невозможно изменить, и все только из-за единственного поступка, который был тогда совершен, и ощущение абсолютно невозможности изменения своего будущего, которое однозначно вытекает из этого единственного поступка. Одна ошибка, один грех, и все будущее обречено на гибель. Это проясняет основу греческой трагедии. Поскольку, согласно мифологии, судьба предопределена, и не в силу богов и человека ее изменить, они могут только противостоять и героям пьесы. Противостоять в смысле выносить их то, что им предназначено. И то, что он говорит, его будущее обрежено на гибель, это подразумевает деус эсмашина, греческая трагедия или христианская мессия, который только он может спасти верующего от греха, приняв его перед на себя. И уже в греческой трагедии есть такое понятие деус, эсмашина, «машина» — это как бы театральный термин такой, когда вдруг снизу открывается люк и выезжает бог какой-то, который решает все проблемы на этой сцене. То есть это типа христианской мессии, я думал вообще-то что-то другое, бог-машина, в смысле что какой-то механизм неизменный. Нет, это так сказать… Не-не-не. «Деус эсмашин», насколько я знаю, я еще проверил, это занятое значение. «Деус эсмашин» — это театральный некоторый термин, когда появляется некоторый… основан на реальной машине какой-то, которая поднимает его на сцену. Но, в принципе, это уже гораздо более широкая позиция, когда вдруг неизвестно откуда появляется каких-то явлений Бога или явления спасителя, или явлений кого бы то ни было, он вдруг является и решает все проблемы. Что-то неожиданное. Давай, если хотите, можно посмотреть в Википедии «Деус эсмашины», как они объяснены, чтобы уточнить, чтобы я… Всегда нужно сомневаться, я думаю. В объяснении, может, я в чем-то неправа. «Деус эсмашина»… Так объясняет Википедия. «Вадинское обозначение внезапной развязки». Я объясняю, откуда оно взялось. Но, так сказать, в результате модель такая, что механизированная. Но в общем ее смысле – это внезапная развязка. В внезапной развязку, то есть появляется некоторый болт из машины, который все решает. И он спасает грешника, и как этот христианский мессия пришел всех спасти, потому что он взял все грехи на себя. И все, теперь мы, так сказать, можем быть спокойными, все спасены. Как бы это не совсем то. Да? Все уплачено, да. Вот почему, да. Вот почему человек из рода Каина расценивает грех Адама как врожденное человеческое состояние. В любой момент мы осознаем собственное прошлое абсолютным и неизменным, и собственное будущее абсолютным и неизменным. Достаточно одной ошибки, одного единственного греха, и все будущее определено. Человек не может пережить ничего более трагического и фатального. Понятие истинного раскаяния чуждо человеку каиновского типа. Необходимо сначала осознать существование высшей системы, чтобы понять, что есть возможность исправить то, что испорчено, как бы повернуть время вспять к положению, которое было до греха, или к более высокому положению. Эта высшая система должна охватить замкнутую круговую систему природы, запертую в своих законах, и подключаться к ней в обход жестких законов, определяющих эту естественную систему. Только потому, что у нас есть измерение свободы выбора в настоящем, наше будущее может измениться соответственно. Такое представление связано с понятием раскаяния. И это новый взгляд на мир, внесенный еврейством. Ну понятно, что как бы выбор в настоящем меняет будущее. Но тут как бы говорится о том, что есть какой-то выбор в прошлом, который ограничил возможность влиять на будущее. Оказывается, что выбор в настоящем, он может изменить этот выбор, повлиять на прошлый выбор, изменить будущее. А иначе как бы получается, что у меня уже нет возможности вернуться на правильную дорогу. Ну это вот Чува, да, как ее понимает Раф Кук, да, что Чува может изменить прошлое. Да, не только Раф Кук, это вообще общее представление. Раф Кук об этом говорит более подробно, конечно. Но общее представление иудеизма не такое, что Чува может изменить прошлое. То есть, с одной стороны, оно уже случилось, оно неизменно. Но с другой стороны, Чува придает прошлому другой смысл, и поэтому это меняет будущее. Понимаешь? А иначе у меня нет возможности повлиять. Интересно, что… Это меня интересовало Даня Лекцина, я тем не читал по поводу того… Именно в Галахе, не только в Шубе, в Шубе мне понятно, что раскаяние, оно может изменить прошлое, изменить смысл прошлого, повлиять на него, изменить ли это будущее. Но оказывается, что и в Галахе есть такие моменты, что можно повлиять на прошлое. Изменить прошлое и, соответственно, изменить будущее. Это совершенно феноменальный подход к Галахе. И он довольно сложный, там есть разные разногласия, разные типы и так далее. Но я могу привести один пример, известный довольно. Давай я приведу известный пример. Когда воины Давида, говорит Гемара, уходили на войну, они давали своим женам разводное письмо Гет, в котором говорилось, ты со мной разведена с сегодняшнего дня, если меня убьют на этой войне, или если я попаду на этой войне, неважно. Если он возвращается, она его жена. Если он не погиб, если его не взяли в плен, он поставил какой-то условий. В принципе, он может поставить такое условие, даже не уходя на войну, и сказать, если я через 30 дней не вернусь, то с сегодняшнего дня ты разведена. То, что случится после войны или после 30 дней, определит весь этот период между той точкой, когда она получила разводное письмо, и возвращением или невозвращением. Или она была замужней, или она была незамужней. Если она согрешила, то есть была с кем-то в этот период, то если она не замужняя, то это нормально, ничего страшного, а если она замужняя, то это измена. Одно из объяснений того, что происходило между Давидом и Батшевым, те, кто хотят изо всех сил доказать, что никакого греха там не было, в ней, что в итоге не было между Давидом и Батшевым, это то, что Урия Ситеис, как и все войны Давида, давал такой дед своей жене. И поскольку он погиб на войне, то в тот момент, когда Давид согрешил с Батшевой, она уже не была его женой. Но это решилось только тогда, когда погиб Урий. И, в общем, для этого его, видимо, Давид и послал на смерть при таком расслабии, чтобы оказалось, что он как бы не грешил. Но это отдельный вопрос. В чем был грех конкретно? Тяжесть греха Давида – это отдельная тема со всеми. Но что интересно, что в начале государства Израиля, в первых войнах, действительно, в наше время, уходя на войну, солдаты давали женам вот такой гель. На случай, если… Почему может быть важно, если его убьют, и все знают, что он убит? Потому что бывают ситуации, когда, если у них нет детей, например, его убили, то есть обязанность либератного брака. А, например, у этого молодого солдата, у него есть брат трех лет, к примеру, и солдата убили, и тогда у нее детей нет, она должна получить от этого брата освобождение, то, что называется, к лица. Сейчас, ну, бывает, у него нет, у него был вариант. Но пока мальчик не дошел до возраста 13 лет, он не может просто произвести эту церемонию. Поэтому 10 лет этой женщине придется ждать, пока ее освободят, и она сможет выйти замуж. Вот. Поэтому был такой обычай, что давали, действительно, такие… такой гель, такие разводные письма в начале. А потом государство Израиль решило, что это снижает мотивацию, что вообще не нужно, так сказать, на этом даже воображении считать, что я могу умереть. Надо быть уверенным, что ты вернешься, и поэтому перестали это делать. С другой стороны, есть всякие другие способы задним числом растеркнуть брак. Они тоже на этой идее основаны, что можно повлиять на прошлое. Но этого почти никогда не делают, только в очень критической ситуации, поскольку брак заключается через то, что дается кольцо невесте, и она его принимает. И кольцо должно быть жениха. Если это не кольцо жениха, а не личный его предмет, то это не годится, это не считается браком. И тогда приходит беден, если вообще невозможно. По многим причинам это ужасно, никак невозможно, иначе расторгнуть брак, а женщина страдает, может прийти беден и сказать, вот то кольцо, которое 20 лет назад он тебе дал, оно вообще было не его. Мы его отчуждаем. То есть не сейчас отчуждаем его собственность, а то, что когда-то было его собственность, это кольцо, мы его отчуждаем. Получается, что тогда, когда он дал ей кольцо, оно было не его, и брак не существует. Вот такие вещи существуют в глухе еврейских. Оказывается, не только в духовном плане можно повлиять на прошлое, но и чисто в области законодательства. И это поразительная вещь, которая не случайно, я думаю, существует в еврейском законодательстве, потому что вообще идея того, что можно изменить прошлое, и тем самым изменить сегодняшнее, настоящее и завтрашнее, она очень сильно была доизменна. Интересно, что психоанализ чем-то подобным занимается. Человек как-то себя ведет, потому что там в прошлом получил какую-то травму. Он об этом не помнит и не может от этого избавиться. Его туда погружают обратно, и он теперь по-новому смотрит на это событие и избавляется там от каких-то неврозов. Такая же схема получается. Да, да, видимо, да. То есть изменение отношений, оно может изменить и настоящее, и, соответственно, будущее. Но это еще раз доказывает, что наш мир устроит близко к тому, как его понимает еврейская традиция, что мы более адекватно его видим. А иначе это было бы невозможно. Наверное. Но Каин как будто это не понимает, да. Вот он такой как бы приобретенный, да, неизменный. Опять же то, что он земледелец, да, он как привязан там к твердой почве, и поэтому он почему-то это мировоззрение воспринять не может. А потому что это трудно. ты можешь понять, что твой грех тяжел, невозможно раскаяться. Но сам процесс раскаяния, он не состоит только в признании, это только первый шаг. А потом просто ты должен полностью измениться, изменить свое представление о мире. Человек, которому такое мировоззрение буквально, я думаю, ему очень трудно изменить представление о мире. О самом себе, у него другая идентификация. Он по-другому себя представляет. Когда ему говорят… Такому человеку, когда ему будет раскаяться, я не могу. У меня вот такое вот представление о себе, о мире, я должен делать то-то и то-то, а то, что вы предлагаете, пожалуйста, не надо. Я не могу пойти по этому пути. Ему там, говорят, переедет в другой город, там Рамбам говорит, да, поменяй имя. Какое поменяй имя? Я член КНЕСИТа. Понимаешь? Может быть, это как раз то, чему должен был научить Каина Хевель, да, потому что Хевель, он как раз такой весь эхемерный, динамичный, непривязанный, и вот он как раз это понимал. Но теперь Хевеля нет и научить некому. Ну, Всевышний обидитель пытался ему намекнуть, научить, но это трудно. Изменить… Вообще говоря, я плохо представляю, как человек может изменить себя, да. Как это говорят пятна, да, у леопарда? Он не может… Он не может… Есть такой поговорка, как это про леопарда, что он не может изменить свои пятна. Не важно. Человек изменится целиком изнутри. Это какое-то очень-очень трудное переживание, очень трудное действие. Иногда люди меняются, но это на самом деле очень редко. У него были все шансы, он оставил свою землю, как бы стал скитаться, все-таки стал по-другому жить. Там вышел из зоны комфорта, как говорится. Да, да, да. Но, тем не менее, нет. Не закончил. Он не говорит, что он совсем не раскаялся, да. Мы видели, что Раф вышел, упомянул, что он не до конца рос. Он не смог довести против деканта. В естественном сознании человека нет места понятию раскаяния, поскольку неясно, что означает вернуться в раскаяние. Куда возвращаются раскаивающиеся? Представление естественного человека – это возвращение в прошлое, чтобы изменить то, что было, и, как следствие этого, изменить также то, что будет. Однако прошлое запечатано. Оно постоянно, и его невозможно изменить. Поэтому и будущее невозможно изменить. Тора признает раскаяние, возможность вернуться в прошлое и изменить его, подключившись к источнику времени, и таким образом изменив время. Согласно естественной концепции, прошлое прошло, и настоящее – это все, что есть, а будущее является однозначным продолжением прошлого. Самый маленький грех криминализирует человека, приговаривает его без всякой возможности что-либо изменить. Перед нами опять христианская концепция. Первый грех выносит приговор всем людям, как грешникам на протяжении всей истории. Если прошлое нельзя изменить, необходима высшая сила, чтобы нести грех. Еврей шепчет, «Нет, такого не может быть. Раскаяние возможно. Вот почему только мы одни были готовы на самом деле принять Тору на нравственном уровне и быть судимыми в соответствии с ней. Ведь если бы мы были готовы к суду по законам Тора без возможности раскаяния, мы бы пропали уже после первого совершенного нами греха». Еврит Писание позволяет переходить от прошлого времени к будущему и наоборот, чего нет ни в одном другом языке, через вав переворачивающий. Этот особый союз вав изменяет время глагола, прошедшего на будущее, как, например, в стихе, и его сердце поймет и обратится, и исцелится. И наоборот, вот с прошлого на будущее про Абраама. Вав и Ашав Абраам Эль Нараб. И возвратился. Он уже возвратился. Если это было будущее, я шаг в будущем, там это в прошлом, а Вав и Ашав переворачивает его на прошлое. Ага, ну это просто пример. Это я просто вставила примеры, чтобы не очень понятно мне показалось, где тут исцелиться и возвратиться. Просто понять, как это в языке работает. Еврейский язык – это единственный язык, на котором время можно повернуть вперед и назад. И это указывает на то, что раскаяние возможно. Конечно, это требует большой смелости, но мы должны быть хозяевами нашей собственной памяти. Раскаяние требует больших усилий, а также смелости, которая делает возможным принятие на себя для нравственной ответственности. Напомним Медраж. «По этому народу мира была предложена Тора, чтобы они не смогли предъявить претензии к божественному присутствию, сказав, если бы нам ее предложили, мы бы ее приняли. Однако им она была предложена, и они ее не приняли, как сказано. И сказал, Господь от Синая пришел. Открылся он сынам злодея Исава и сказал им, готовы ли вы получить Тору? Сказали они ему, а что в ней сказано? Сказал он им, не убивай. Сказали они ему, но это же наследие нашего праотца, как сказано, и мечом твоим ты будешь жить. «Открылся он сынам Амона и Муава и сказал им, готовы ли вы получить Тору? Сказали они ему, а что в ней сказано? Сказал он им, не развратничай. Сказали они ему, но наше происхождение от разврата, изучали обе дочери лота от отца твоего. Как мы можем ее получить? «Открылся он сыновьям Эшмаэля и сказал им, готовы ли вы получить Тору? Сказали они ему. А что в ней сказано? Сказал он им. Не воруй. Сказали они ему. Но ведь этим был благословен наш праотец, как написано. И будет он дикарь-человек. И написано. Ибо я украден был из земли и в Рим. А когда пришел он к сынам Израиля, от правой руки его пламя законы для них. Все отверзли свои уста и сказали. Все, что сказал Господь, сделаем и услышим. И так сказано. Встал он и пошатнул землю. И глянул, и отпрянули все народы. Я просто хочу немножко заметить. Что они могут сделать? Такие у них законы. Они следуют законам своих отцов. Это разве плохо? Конечно, в результате оказывается, что это плохо. Но так из общих соображений. Вот суть этого метроша в том, что народы не готовы поменяться. Они живут под законом, который установили их предки. И так у нас принято. Казалось бы, ну хорошо, но ситуации с лотом, например. Ситуации совершенно особые. Там девушки согрешили с отцом, от него родили. Разврат. Но нет, поскольку это заложено у наших предков, так мы продолжаем жить. И мы ничего не хотим менять. И это действительно демонстрирует, что полная неготовность к какой-то той или другой культуре принимать идею раскаяния и изменения. Как мне так кажется. Ну да, то есть Тору действительно страшно принять, если ты не веришь в возможность раскаяния, изменения прошлого. Тогда все взял на себя и чуть что, все пропало. Ну, суть в том, что вообще раскаяния требуется или там принятие Тору в данном случае. Требуется хреновое изменение какого-то. Выхода в какой-то совершенно другой мир. Другие критерии, другие нравственные установки. Другая, фактически изменение идентичности. Они на это не готовы. А у евреев откуда было, как бы так, они были такими сделаны, что они вот это могут понять? Или они как-то удостоились вот этой способности понимать, что прошлое изменяемо? Я думаю, ну, наверное. То есть есть разные же, разные подходы. Торанам не рассказывает, да, что, собственно, Авраам был избран. Ничего не сказано. Правда? Просто краткое введение, кто такой Авраам. Есть там какие-то намеки, как они взяли себе жен, да, как люди взяли, а не как те, каждый, кому. Это минимальная информация, да, каждый, кому хотелось. Можно сказать, что это какой-то намек на то, что все-таки здесь другой подход нравственный у этого человека был. Из-за этого он избран. Вообще говоря, в общем-то, в целом непонятно, почему он избран. Медроши нам восполняют этот пробел, потому что он ощущается очень явно. Что-то тут не хватает. Я должна понять, почему, собственно, избрали Авраама. И понятно, что Авраам, помедрошам, он сам пришел к осознанию Всевышнего. Пришел к осознанию Всевышнего, значит, у него уже, как бы, в его идентичности это было. Возможно, с раскаянием, в том числе. Так что помедрошам не случайно. Избрание, соответственно, в его потомках это свойство сохраняется, наверное. Может быть, предположим. А с другой стороны, сама Таран не дает однозначно в ответ. Вот эти вот рабы, которых вывел Моша из Египта, они вдруг готовы были принять все, что им Бог даст. Потому что, ну, в общем, это, на самом деле, Хумаши вышли. Да, тоже есть такой метр, что вышла только пятая часть. Ну, как понимать, что остальные остались. Те, которые вышли. И, кстати, Эр-Эврам, которые с ним вышли вместе. Это все, которые готовы к изменению. Готовы выйти. Да, которые не держатся, да, за традиции своих народов. Ну, те, которые вышли, да, Эр-Эврам, да, для которых пойти вместе с Евреем и было важно. И выйти из рабства. А вот привязанность, как раз, раба, хозяина, это тоже как объявление, которое, да, в прошлой, по-моему, недельной главе мы обсуждали. Да? Миш Патин, да. Она осуждает Тараеву? Хотя, так сказать, рабство допускается на том уровне, на котором тогда существовало общество, тем не менее, человек должен выйти на свободу, найти себя, свое личное, свое место в мире, а не быть всю жизнь под даже самым лучшим хозяином. А это тоже то же самое. Он там 6 лет прожил классно, все хорошо. Зачем что-то менять? Ну, и также при выходе из Египта, те, кто вышли, они были готовы меняться. Они готовы были принять Тару, они готовы были поверить в то, что возможны изменения, можно изменить в прошлом, можно в будущем. то, то, что говорит Рава Манитуху, поэтому он сотворил народ, который примет Тару, народ, который покрыет свои еврейские идентичности, признает возможность радикального нравственного изменения во время. живая Рава Манитуху, что он хита, Всевышний сотворил народ. Ну, понятно, он все творит в этом мире, но пути мы можем видеть по-разному. Один из путей это сказать, он отсел тех, кто остались в Египте, а те, кто отселись, прошли отбор, они составили основу еврейского народа. Ну, ладно, может быть, остановимся здесь посреди предложений, абзаца. Закончим этот абзац, а потом несколько страниц до конца главы. Там много еще, да. Однако из этого нельзя заключить, будто процесс раскаяния прост. Нам нужно преодолеть естественное мышление и вернуться к тому, чтобы быть евреями. чтобы осознать возможность выхода за пределы времени и места. Это же, да, это не просто. Ну, и крайне это, видимо, не получилось. То есть переход, да, переход за грань, как раз вот это вот, еврей, да. еврея, да. Отлично. Спасибо, Андрей, очень здорово. Спасибо, Нахама. Если кто-то что-то еще хочет добавить, мы были бы очень рады. Ну, хорошо. Дорог думает. Окей. Ну, хорошо. Надо подумать. Ну, да. Поскольку Лены нет, она что-нибудь напишет, наверное, в нашем чате. Окей. Будем ждать. Ладно. Тогда всего хорошего, хороших новостей, хороших хороших новостей. Шаббат шалу. Всего хорошего. Всем счастливо. Пока. Субтитры 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 Субтитры